Поселок Вышков – второй по величине населенный пункт Злынковского района. По сельским меркам здесь развитая инфраструктура. Правда, вместе с этим зачастую пришедшая в упадок. Здание местного ДК было построено еще в начале 20 века. Уже лет 30, как эта одноэтажная постройка, обветшала. А вот к ее капитальному ремонту приступили только год назад. По личному распоряжению губернатора. Первый раз, когда он приехал, мы попросили, чтобы он помог в указании крышаного стекла. И вот он сказал, что заменить кровлю. Потом посмотрел и сказал, что нужно сделать полный капитальный ремонт. Учительная культура, когда захочешь, должно быть приятно зайти и посмотреть. С 1 сентября здесь будет заниматься порядка 150 детей. Для них уже организовано 10 разнообразных кружков. Чтобы культурно-досуговый центр поселка был эргономичнее, неподалеку от ДК хотят сделать тренажерный зал. Где-то полтора миллиона. Отопление в основном? Ну, вместе с тренажерами, вместе с инвентарем, с ремонтом где-то полтора миллиона. Ну, это грубо, как бы смету можно составить? Да, смету можно. Это просто так, предварительно. Предварительно. Просто на вскидку мы тут не думаем. Не во время никогда думаете сделать? Ну, при наличии финансирования, в принципе, в течение двух месяцев. Вне официальной программы Николай Денин заезжает в поселковую поликлинику. Год назад здесь также проводился капремонт. За счет средств областного бюджета была проведена внутренняя и внешняя отделка помещений. Частично закуплена новая мебель. Для пациентов из Вышково и близлежащих сел Гуты и Добродеевка действуют 10 дневных и 10 стационарных мест. Кабинеты стоматолога, терапевта, педиатра и врача общей практики. Всего штат медучреждения составляет 27 человек. Еще обещал нам Дорошенко физкабинет. Вроде бы и находится. Спасибо большое за ремонт, и за больницу, и за дороги, и за все. Еще один значимый объект поселковой инфраструктуры – детский сад «Светлячок». Сегодня заведение до неузнаваемости изменилось. Из региональной и районной казны были выделены средства на замену кровли и пищеблока. По программе «Детские сады детям» реконструирован бассейн. Спасибо вам за содействие в ремонте бассейна. Мы бы хотели сказать от лица наших детей, родителей, всех жителей поселка. Потому что, конечно, не каждый город, не каждый поселок, не каждый излог. Наверное, не каждый город в Брянской области может похвастаться таким сооружением, как у нас. Из Вышкова губернатор переезжает в центр Слынковского района. Здесь масштабные работы ведутся сразу по нескольким объектам. Один из них – абсолютно новый. На территории местной ЦРБ строят корпус хирургического отделения. У нас готова вся документация. И на ремонт, и на оборудование, и на мебель. Ваше доброе. Да, ваше доброе. Добро. Всего на строительство объекта выделены 70 миллионов рублей. Уже к 1 сентября подрядчики закончат с внутренней отделкой. Останется монтаж оборудования и перевод корпусов в новые помещения. Мы начали строить современное здание. Туда мы переведем педиатрическое отделение. Отремонтируем там, где было педиатрическое отделение. Создадим хирургическое отделение в соответствии со стандартами и порядками. Закупим современное оборудование. Я думаю, к ноябрю месяцу Злынковская больница приобретет новое лицо и современное отделение, которое будет отвечать всем современным требованиям. Особое внимание областное руководство уделяет сфере образования. Сразу две Злынковские школы, номер один и номер два, капитально реконструируются. Вместе с внешней отделкой работы ведутся и внутри. Задача – успеть все доделать к началу учебного года. В общей сложности с первого сентября новые классы начнут посещать более 500 детей. Капремонт в этой школе не делался много-много лет. И вот, наконец, на нашу школу выпало такое счастье, такая радость для всего коллектива. Школы соответствуют всем требованиям санэпидем и поздноотзора. Сегодня в оба учреждения завозят новую мебель, а также самое современное оборудование. В первую школу вложено где-то чуть более 60 миллионов рублей. В этом году на школу номер два города Злынки вложено порядка 7 миллионов рублей уже по этому году. Ну и, естественно, деньги софинансирования из областного бюджета. Все объекты посещения рабочей поездки губернатора находились под пристальным вниманием уже не один год. По каждому из учреждений социнфраструктуры в свое время были даны поручения на исполнение. Итоги поездки подводятся на специальном совещании в районной администрации. В целом, работе ответственных чиновников дана положительная оценка. Нужно вот такими темпами то, что мы увидели с вами и в Злынке, делать во всех муниципальных образованиях. А Злынка, это еще мы в этом году не только по Злынке, а я думаю, что примем и утвердим программу развития наших приграничных территорий, чтобы дополнительно они получали в том числе и денежные средства на развитие, и в том числе на ремонт и обустройство социальных наших объектов. Виталий Угримов, Владимир Сидоров. События. Злынковский район.